Хе-хей, бойцы, всем привет! Вы на канале Вундер, и с вами Саша, он же Zotix. И сегодня мы с вами начнем прохождение Infamous Second Son. Итак, поехали! Ну, игрушечка открывается, и пару слов об игре. Infamous Second Son это эксклюзив для PlayStation, и он вышел одновременно, практически одновременно с релизом самой Соники 4, то есть в момент появления ее в продаже. Это была одна из первых игр, которая была призвана, в общем-то, показать возможности Next Gen'а, как по графике, так и, в общем-то, по графике. Поэтому игрушка получилась достойным продолжением предыдущих частей, как всегда, раскрывает нам сверхспособности определенных товарищей. И, в общем-то, пользуясь этими сверхспособностями, мы с вами проходим сюжетную историю, которую сейчас, в общем-то, вы самостоятельно и увидите. Итак, пока смотрим, читаем и наслаждаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, я думаю, что вы видите, что упор на графике уже сходу. Красота! А это уже мы! Так, нам нужно повернуть беспроводной контроллер, он же DualShock. Вот, и, в общем-то, мы теперь рисуем. Смотрите-ка, мы закрашиваем лапы чьи-то. Туссы, лапы и хвост. А, вот еще, да, точно, здесь есть. Ребят, скажу еще одну немаловажную штуку. Я проходил эту игру на платину, поэтому прохождение наше будет не слепое. Я просто с удовольствием хочу еще раз показать вам эту замечательную игрушку. Нарисовали, смотри-ка, глаза. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что тут бродишь? В длинном доме же сейчас собрание. Ну, у меня сегодня что-то настроение нетусовочное. А вы потрясно смотритесь, просто блеск, правда. Что ты там делал на крыше, а? Да ничего, просто... Опять хулиганил? Открывай, я знаю, что ты там. А ну, выходи. Сейчас я позвоню Бетти, и она через пять минут будет здесь с ключами. Допрыгался, парень? Ну, ладно, Бетти, вы что, меня сдадите? У меня нет выбора. Он же коп. Через пять минут буду здесь с ключами. И если тебя застану... Спасибо, Бетти. Но это в последний раз. Пойду в кабинет. Чувствую, мне сейчас позвонят. Ну, вот так развивается история. Я ему что-то не заняться больше нечем. Так, нам надо найти черный ход. Он, в общем-то, где-то здесь, а вот и он. Привет, Свобода! Теперь самое легкое. Пойти в длинный дом и обеспечить алиби. Так, ребята, ну что, пойдемте дальше. Пока еще, как видите, мы не обрели сверхспособности, но уже вовсю можем бегать и прыгать, и все такое. Э-э-э, товарищ, ты чего? Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, немножечко мы с вами лоханулись. Дубль два. Побежали, прыгаем. Отлично. Так, бежим по дорожке, которая, в общем-то, приготовлена. Ха, чайки. Офигеть. Так, бежим дальше. Какие-то разломанные мостики, кстати, которые никому не нужны, и их, вы как видите, никто не восстанавливает. Давай, дружище, запрыгивай. Так. Опа, здесь мы, короче, карабкаемся по склону. Фу, чайка нагадила. Ха, чайка нагадила, да. Так. Жмем квадрат, чтобы спрыгнуть, и бежим дальше. Давайте, кстати, сейчас мы остановимся и посмотрим немного на мир игры. Ну, графически выглядит все это вот так. То есть, как вы видите, есть и небо красивое, и вода прекрасно отрендеренная, и красивая зеленая трава, зеленые деревья, и земля с отражениями. И причем, все это великолепие работает в 60 FPS. Понятное дело, что игрушка не с открытым миром размера Ведьмака, но мир тоже очень хорошо детализирован, прорисован и красив. Поэтому непонятно, почему Ведьмака не удалось добить до 60 FPS. В общем, у разработчиков, скорее всего, не было столько времени свободного, чтобы париться с детализацией. Так. Ну, в общем, опять карабкаемся. Есть только один путь. Кыш, кыш! Ха! Кыш отсюда! Хоба! Чуть не упал. Чуть не упал, да офигеть. Ну, вот как-то так это выглядит. Слушайте, на самом деле, очень красивая игрушка. Особенно вечерний закат, это просто потрясно. Не смотри вниз, не смотри, не смотри. Долго, товарищ, характерится, конечно. Пока все идет по плану. Так, ну здесь мы тачпадом открываем дверь. Привет! Попа! А я тут тебя уже обыскался. Ну что, может зайдем? Да что ты! Ты хоть представляешь, какой это позор арестовывать собственного брата снова и снова и снова и снова и перестань его арестовывать снова и снова и снова и снова и снова это смешно? Нет, я не думаю. Ты такой след хочешь оставить в мире? Так ты чтишь память родителей актами вандализма? Слушай, в мире полно всякой реально стрёмной фигни и пока я тут развиваю свой талант и боюсь. Развиваю свой талант? Ты хоть слышишь, что ты несё, Рэджи? Ну давай, объясни. Чего ты до меня докопался? От какой реально стрёмной фигни Я бы тебе объяснил, если бы ты меня послушал. Рэджи, что? Смотри. Мы кого-то видим. Я догоню тех твоих, а ты не подходи, сейчас рванёт. Не подходить, машина взорвётся. Понял? Ну в общем, с юмором здесь как обычно всё хорошо, поэтому давайте естественно подойдём к машине. Спасаем чувака. Охренеть, а. Спасибо. Уж думал, подохнуто. Нормально? О, коп! Эй, отпусти! Отпусти его и держи руки на виду, ты понял? Я никого не трону. Мне надо текать, пока её нет. Я сказал, пусти его! Или я стреляю! Рэджи. Господи! Говорю же, я никого не трону! Офигеть. Опа! 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 Рэдж! Опа! Хватит, 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 хватит! Да что это со мной? Что это со мной? Охренеть, 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 я больше не хочу! Эй, эй! Рэджи! Рэджи! Рэджи, ты мне очень нужен! Да что ж такое! Опа! Опа! Рэджи, ты живой? Рэджи, ты живой? Рэджи, что это было? Я тебя вытащу! Ты же... Я тебя вытащу! Да! Да, ладно! Помогай мне толкать! В общем, жмем двумя пальцами тачпад и поднимаем вверх! Господи! Нет, нет, нет! Я ничего не могу с этим сделать, Рэджи! Я ничего не могу! Тихо, спокойно! Дыши носом! Дыши! Ничего! Ничего! Я один из них! Я один из них! Нет! Даже не думай! Нет! Нет, ты мой брат! Слышишь? Ты мой брат! Это все пройдет! Я обещаю, мы тебя вылечим! Ты меня понял? Ты понял меня? Да! Нам надо бежать! Поймать этого биотеррориста, пока он не добрался до наших! Понял? Да! Держись! Ты мне нужен! Ладно! Ну что? Давай! Порядок? Да! Идем! Ну в общем, ребята, такие дела! Теперь мы стали одними из них! Как вы видели, когда мы притронулись к тому товарищу, у нас, нам передались сверхспособности! Только обещай, что обойдешься без трюков, ладно? Я бы до тебя даже добраться не смог, если бы не обещать, что этого больше не будет! Ладно, ладно! И не думай, что с тобой произошло что-то хорошее! Нет, наоборот! Ха-ха-ха! Мы не можем войти! Кнопку заело! Бетти все еще там! Обалдеть! Замок расплавился! Заперто! А он-то как пролез! А он просочился! Как это? Сейчас покажу! Белсин тоже биотеррорист! Ха-ха-ха! Нет, он не... Ну вот! Ну что ж, ребята! Начнется паника! Ну иди! Успокой народ! Так, я за помощью! А ты проверь, там ли Бетти и где биотеррорист! Будь осторожен! Кто знает, на что способны эти уроды! Ага! Эти уроды! А здесь, в общем-то, мы видим с вами следы пламени, которые ведут к люку. Естественно, здесь мы юзаем кружочек. Опа! Вентиляция? Понятно! Да, понятно! Оп! Ух ты! И даже не больно? Бетти! Вы где, Бетти? Ну, как видимо... Вернее, как мы видим, пробраться так не получится. Поэтому нужно воспользоваться... Чем-то еще. Так, жмем! Пау! Пусть это будет сюда... Удары! Так! Бьем сильнее! И проверяемся! Ха! Открыто! Уходите, бабуля! Не подходи ко мне! Да я помочь вам хочу! Не приближайся! Стой! Делсин! Я просто хотел внимания отвлечь! Я ж не знал, что тут люди! Что ты со мной сделал? Ты проводник? Бетти! Я потом все объясню уходить отсюда, ладно? Ну, я валю! Нет, уж верни все как было! Да-да-да! Я полжизни провел за решеткой. Ничего, мне сбежать, расплюнуть. Главное дождаться счастливого случая. А когда пришла сила, меня вообще стало не поймать. Только Дес до меня добрался. Да, для нашего брата у них особая тюрьма. Они придумали, как нас повязать, чтобы мы силу применить не могли. Но зато им пришлось самим кормить, нас мыть, даже задницы нам подтирать. Нет, так жить нельзя. Нельзя. А еще там была эта рыжая Курова, фанатка иголок и скальпелей. Говорила, что ставит на мне опыт из Садюга. Но кто мотает не первый срок, тот знает кое-какие трюки. Нужно только потерпеть. Рано или поздно они облажаются. Кто-то не досмотрит, кто-то сболтнет лишнего. И когда эта стерва нас троих посадила в фургон, я понял, вот он, мой счастливый случай. А вот такая история. Ты как это? В башку ко мне залез. Я? Я ничего не делал. Ты видел, да? Видел тюрьму, Дэс? Попадешься, тебя туда упекут. Эй, стой, стой, стой! Я не собираюсь, стой, стой! Так, давайте-ка за бойцом. Где он там? Эй, воу-воу-воу, полегче. Уйди ты, пацан! Отвяжись! Черт! Нет уж, я не отвяжусь! Ха, кто-то сменялся. Все как было! Слышь, парень, я не в курсах! Но, похоже, тебе пора текать! Почему? Ты же проводник! Биотеррорист! Теперь твой девиз. Спасайся, кто может! Лично я смываюсь! И хрен ты меня остановишь! Воу-воу-воу, парень! Полегче! Я не отвяжусь! Стой, иди-ка сюда! Дерни все как было! Да ничего уже не вернешь! Тогда! Покажи мне, как этим управлять! Нету времени! Сюда едет Деск, и она знает, где меня искать! Воу-воу-воу, ребята! Этот пожар отвлечет их маленько! На пару минут! Я сваливаю! Какой еще нахрен пожар? Я не боюсь! Они гонятся за тобой! Они за мной! Сынок, тебя видели! Тебя здесь знают! Она умеет развязывать языки! Так, где он там у нас? Во, нифига себе! Иди-ка сюда! Удачи, пацан! Ну, нет! Не хватало тут сдохнуть среди зеленок! Так, открываем дверь! Слушай, отпусти меня! Просто дай мне уйти! Никто об этом никогда не узнает! Ну, подожди! Постой! Давай, ПГ! Эх ты, Хэнк! Как же ты меня разочаровал! Ну? Все вроде путем, да? Я... Этого проводника выманил, а вы его сцапали! Вы все молодцы, ребята! Молодцы, да! Био-террориста! Хэнк Дотри! Био-террорист! Проводниками! Их обычно называют только такие же, как они, предатели! Ты ведь не предатель? Правда? Ну... Вроде как нет! Ты нервничаешь? Нет, вовсе нет! Обычно люди нервничают по одной из двух причин! Либо они трусы! Либо им есть что скрывать! А может, я нервничаю при виде красоток, а? Ты был с этим био-террористом один на один! Он с тобой ничем не делился? Эм... То есть... Он что-нибудь рассказывал? Может, поделился какими-нибудь теориями заговора? Эм... Нет, он ничем не делился! Я рада! Рада это слышать! Видишь ли, мы ведем с био-террористами бой! Не на жизнь, а на смерть! И моя задача... ...любой ценой... ...добиться победы! Но забавно выходит, вы же сама био-террорист, так? Да, правда. Говорят, клин-клином вышибают. И теперь мне ясно, что ты не трус. А значит, все-таки что-то скрываешь. Что... что вы делаете? Так, нельзя! Рехнулись, у меня есть права! А я уполномочена игнорировать права граждан в случае необходимости. Вот, например, как сейчас. Спрашиваю еще раз. Что произошло? Я вам уже сказал, ничего! Говорят, это больно. Эй, может быть, я подскажу? Нет, Бетти, нет, не надо! Да ладно. Будешь молчать. Что ж... Раз ты не хочешь со мной разговаривать, я поболтаю с этой милой старушкой. Только учти, бетон дурно влияет на старые кости. А если и с ней не выйдет, я найду еще кого-нибудь. И еще. Пока не узнаю правду. Ну, скажешь мне что-нибудь? Или лучше обратиться к твоим друзьям. Ребят, ну, в общем, здесь как раз-таки предлагается выбирать между... Вот, в общем-то, L2. Это хорошее развитие истории. То есть мы сдаемся и... Начинаем проходить кампанию как, в общем-то, позитивный человек. То есть подвергнуть себя риску и вступиться за другого человека. Первый шаг на пути к тому, чтобы стать настоящим героем. То есть мы проходим как герои. И второе, это пожертвовать соплеменниками. Соответственно, подвергнуться соплеменникам опасности. Первый шаг на пути к тому, чтобы стать злодеем. Ну, естественно, я прошел на обоих стадиях. Точнее, по обоим путям развития. Вот. И скажу откровенно, что если вы играете впервые, то лучше выбирать, конечно, сначала добрый путь, потому что он чуть сложнее, а уже потом проходить, в общем-то, негативный путь. Ну, и негативный путь полегче, поинтереснее, ну и позабавнее. Поэтому выбираем именно его. Итак, поехали. Ну вот, мы сделали первый шаг на пути, чтобы стать... На пути к тому, чтобы стать злодеем. Очнитесь! Эти... Вот, в общем-то, мы и очнулись И на этом закончим первую часть прохождения Поэтому оставайтесь с нами Поставьте лайк, поделитесь с друзьями И расскажите, что вы проходите Infamous Second Son вместе с Wunder Встретимся в следующей части И не переключайтесь Продолжение следует...